Обстреление ситуации в Донбассе. Украинские силовики бьют по городам из танков, артиллерии и миномётов калибром свыше 100 мм. Они запрещены минскими договорённостями. Под обстрелом сейчас Спартак, Ясиноватая, Калиновка, Лозовое, Санжаровка, Ясная, Еленовка, Донецк и Докучаевск. Этот город близ Донецка серьёзно обстрелен. И вот сейчас напрямую связь со студией, с линии огня буквально выходит наш военный корреспондент Евгений Поддубный. Евгений, здравствуйте. Что сейчас происходит, почему и что говорят в ополчении? Ольга, здравствуйте. Небольшое уточнение. Мы вернулись в Донецк. Сейчас находимся в центре этого города. Вы назвали все населённые пункты вдоль линии соприкосновения от Дебальцевского участка и до южного направления. Действительно, украинские военные наносят удары из дальнобойной артиллерии, миномётов и реактивных систем залпового огня по населённым пунктам, которые примыкают к линии соприкосновения. Накануне. В результате подобного обстрела в Докучаевске, этот населённый пункт находится в 30 километрах от Донецка, один человек погиб, ещё один получил тяжёлое ранение. Его доставили в больницу. Врачи оказали ему необходимую помощь. Нам удалось поговорить с раненым. Вот что он рассказал. Ольга, стоит сказать, что военнослужащие вооружённых сил ДНР уже установили, что под Докучаевску били из дальнобойной крупнокалиберной артиллерии. Я напомню, что украинские военные, несмотря на действующий режим прекращения огня, минские соглашения используют систему вооружений калибра свыше 100 мм, в частности, 122-мм самоходные артиллерийские установки. Галовицы Д-30 используют даже калибр 152 мм. Как правило, применяют осколочно-фугасные боеприпасы, которые наносят серьёзный урон и людям, и строениям. Вот в частности, сегодня социальный представитель Министерства обороны ДНР Эдуард Басурин рассказал, с каких позиций бьют украинские силовики. Более того, назвал фамилии командиров подразделений, которые руководят обстрелами. Вот что заявил Басурин. В ходе артиллерийского обстрела на селённом пункте Докучаевск с позиции 72-й отдельной механизированной бригады под командованием полковника Грищенко один мужчина погиб и один получил ранение. В результате минометного обстрела Кубышевского района, город Донецк, с позиции 11-го отдельного пехотного батальона под командованием полковника Алексея Савич получили ранение два человека. Один погибший в Спартаке. Ну вот стоит отдельно, Ольга, сказать о посёлке Спартак. Этот населённый пункт примыкает к Донецку севера, находится в непосредственной близости от территории воздушной гавани Донецка. Там один человек погиб в результате осколочных ранений, получил тяжёлое осколочное ранение. По этому посёлку украинские силовики не прекращают бить ни на час, и ежедневно оттуда поступают сообщения о том, что украинские военные, опять же повторюсь, невзирая на минские соглашения, используют систему вооружения калибра свыше 100 мм. Украинские силовики часто используют танки, украинские силовики у танкового орудия калибра 125 мм, он тоже подпадает под минские договорённости. Но танк достаточно мобилен, поэтому украинские танки подходят к линии соприкосновения, наносят удары и быстро отходят в тыловые районы. Спасибо, Евгений. Из Донецка с подробностями был наш военный корреспондент Евгений Поддубный, он только что вернулся из обстрелянного Докучаевска. И вот из Киева приходит сообщение с пометкой «Срочно!» предполагаемый убийца оппозиционного журналиста и общественного деятеля Олеся Бузины выпущен на свободу под залог. В сети появились изображения, как этого человека и его сотоварищи встречают торжественно и качают на руках. И сейчас на связь с нашей студией выходит наш корреспондент Ксения Колчина. Ксения, здравствуйте. Что говорят в Киеве? Как такое вообще возможно? У правоохранителей ведь есть неопровержимые доказательства, как они утверждают, вины задержанного, результаты экспертизы ДНК и записи разговоров. И вот такой поворот. Убийца, в чём следствие, похоже, не сомневается, вдруг на свободе. Да, Ольга, здравствуйте. Действительно, только что появилась информация о том, что один из подозреваемых в убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины Денис Полищук выпущен под залог. Известно, что за него внесли очень и очень существенную сумму, свыше 5 миллионов гривен. Но пока не сообщается о том, кто внёс эти деньги. Зато действительно в сети появились фото. У входа в изолятор Полищука встречают как героя с цветами, его буквально выносят на руках и начинают качать. Я напомню ранее, активисты правого сектора, которым в том числе причисляли и Полищука, заявляли о том, что Медведька и Полищук, это фамилии подозреваемых в убийстве Олеси Бузины, патриоты, их нужно не преследовать, а награждать. Вот МВД пока никак не комментирует эту ситуацию, лишь подтвердили, что деньги за Полищука действительно внесли. Хотя ранее Арсен Аваков говорил о том, что у них есть прямые доказательства причастности Медведька и Полищука к убийству Олеси Бузины. Вот такая история. Ольга. Да, и вот ещё один скандал. Уже в ближайшие часы власти Украины могут запретить Компартию Украины. По сути, единственную силу, которая не боится открыто выступать против новых порядков. Ксения, действительно ли власти полны решимости взять и запретить? Да, Ольга, власти в очередной раз полны решимости запретить Компартию Украины. Об этом накануне заявил министр юстиции. Объясняют это тем, что Компартия Украины якобы не соответствует закону о декоммунизации, принятому не так давно. Я напомню, согласно этому закону, коммунистическая символика на Украине запрещена. Пока ничего не известно об итогах заседания, на котором, собственно, и должны рассмотреть вопрос о запрете Компартии Украины. Мы уже обратились за комментарием к лидеру украинских коммунистов Петру Симоненко. И вот, что он думает по этому поводу. То, что связано сегодня с новыми попытками запрета деятельности Компартии, они пытаются их в некую оболочку законности ввести. Хотя Конституция Украины четко предусматривает, как можно и по каким мотивам запретить Компартию. И если я сегодня буду цитировать Маркса, меня могут арестовать и посадить на пять лет. Говорю, вообще это в каком-то здравом уме укладывается? И вот еще один скандал в украинском правительстве разгорелся между премьер-министром Яценюком и министром экологии Шевченко. Я напомню, все началось еще с пожара на нефтебазе БРСМ «Нафт». Тогда и Лешко, и Яценюк отчитали министра экологии за то, что он не посетил лично место катастрофы в течение пяти дней. Лешко также активно говорил о том, что вместо того, чтобы ехать под Киев на пожар, Шевченко улетел в отпуск в Ниццу. И вот накануне премьер-министр Яценюк выступил с обращением к Верховной Раде рассмотреть вопрос об увольнении министра экологии Шевченко. На что глава Минэкологии, в свою очередь, выступил с разоблачительным заявлением. Он рассказал о коррупции в правительстве Яценюка, назвал фамилии, схемы и сказал, что именно то, что он собирался это озвучить, и стало причиной того, что Яценюк так ополчился на него. Возможно, ссора в скором времени будет иметь какое-то развитие, и мы узнаем новые подробности. Ольга. Да, ясно, война всех против всех. Спасибо, Ксения. На прямой связи со студией была наш корреспондент Ксения Колчина. Чтобы договориться с Донбассом, Киев должен соблюдать уже достигнутые минские договоренности, а не выдвигать новые инициативы. Об этом сегодня заявил замглавы российского МИДа Григорий Карасин. По его словам, с этим согласны и партнеры России по нормандской четверке. Переговоры на уровне министров иностранных дел в нормандском формате пройдут сегодня в Париже. Одновременно в Минске состоится заседание трехсторонней контактной группы. Предложения для нее готовят подгруппы по гуманитарным, политическим и экономическим вопросам. На решение Евросоюза ставить в силе санкции против нашей страны российское правительство сегодня внесло в администрацию президента документ о продлении продуктового эмбарго. В Кремле пообещали решить этот вопрос оперативно. Список товаров, которые попадут под ограничительные меры, остался практически неизменным. За исключением позиций, которые, как заявляется, нужны для реализации программы импортозамещения. Что именно было добавлено, пока неизвестно. Однако накануне в Россельхознадзоре говорили о возможности запрета на поставку в Россию цветов, что сильнее всего ударит по Нидерландам, а также элитных сортов шоколада, в первую очередь из Франции и Бельгии. А это грозит экономике Европы дополнительными потерями в сотни миллиардов евро. Общественная палата России отмечает свое десятилетие. В Кремлевском дворце собрались все 166 представителей палаты и гражданские активисты из 84 регионов. На форум приехал Владимир Путин. В таком формате встреч общественников с главой государства еще не было. Президент поддержал предложение палаты о формировании единого реестра некоммерческих организаций, в том числе социально значимых. Потребность в таких изменениях возникла в результате тщательного анализа деятельности некоммерческих организаций. В России их более 220 тысяч. И очевидно, что нужны четкие критерии, по которым можно выделить наиболее востребованные в обществе направления их деятельности. Важно, что эти законодательные инициативы сейчас разрабатываются в тесном взаимодействии с представителями так называемого третьего сектора. Приветствую также новый проект палаты «Перспектива». Его цель – определение лидеров НКО, занимающихся в регионах конкретными, полезными для общества делами и завоевавшими авторитет среди граждан. Считаю такой подход очень своевременным. Ведь при активном гражданском и социальном участии не только решаются многие наболевшие проблемы, но и укрепляется патриотический дух, продвигаются наши общенациональные ценности. И такая позиция, такое отношение к жизни, к своей стране должны всемирно поощряться обществом. Работу Порто-Кале суда сейчас не могут причалить к берегу. Полностью прекращено движение в туннеле под Ла-Маншем. На трассе, связывающей Францию и Великобританию, образовалась гигантская автомобильная пробка. Демонстранты, сотни сотрудников судоходной компании «Майферрилинг» таким образом протестуют против продажи их кораблей. Хаосом на дороге пытаются воспользоваться нелегальные мигранты. Они залезают в грузовые автоприцепы. Водителям фур приходится буквально отбиваться от непрошенных попутчиков. Норвежское судно спасло в Средиземном море более 700 нелегальных мигрантов. Еще почти тысячу выходцев из Северной Африки и стран Ближнего Востока доставил накануне в Италию британский десантный корабль. Все эти люди купили билет до Европы у контрабандистов и дрейфовали в море на деревянных лодках в ожидании помощи. Именно с контрабандистами Евросоюз начинает активную борьбу. Официально стартовала военная миссия ЕС по предотвращению нелегальной перевозки беженцев. И сегодня в выпуске в 17 часов. Бомбить или обирать? Пока в Европе думали, что делать с плывущими к ним мигрантами, римские чиновники на них неплохо наживались. Мафия капиталь, секунду акту. 44 сотрудника римской администрации арестованы по делу столичной мафии. Это был бизнес на мигрантах. Они делали деньги на бедных, страдающих людях. Будет ли это дело иметь политические последствия или все скроют бомбардировки плывущих в Европу судов? Подробности уже в 17.00 в Вестях. В эти минуты в Мурманске торжественно встречают Крузенштерн. На палубу легендарного парусника сможет подняться любой желающий. Барк находится в исторической экспедиции в честь 70-летия Победы. Из столицы Заполярия репортаж Елены Сивонин. Впервые за почти 90-летнюю историю Барка учебное парусное судно Крузенштерн в Мурманске. Судно пришло сегодня ночью. Швартовка была назначена на 12. Она все еще продолжается. После этого экипаж начнет подготовку к парадному построению и к проведению торжественного митинга, посвященного заходу судна в город-герой. Изначально предполагалось, что Крузенштерн примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 74-й годовщины начала войны. Но из-за инцидентов в порту Рикьявика, когда судно столкнулось с двумя кораблями береговой охраны, Барк не успел прибыть к 22 июня. Поэтому программа визита знаменитого корабля в Заполярный порт будет сокращена. Однако в виде исключения, а также в связи с тем, что на широте Мурманска сейчас полярный день, время так называемого открытого трапа будет продлено. Стоит добавить, что по предварительной информации, никакие ремонтные работы на паруснике в Мурманске производиться не будут. Вроде как с судном все в порядке, в этом нет необходимости. Но более подробную информацию мы узнаем уже после окончания швартовки, когда откроют трап. Что касается жителей Заполярья, то они смогут побывать на Барке Крузенштерна сегодня до 20 часов, а также завтра с 9 до 16.00. Из Мурманска Елена Сеонин и Юрий Сысков. Бюджетные деньги необходимо тратить эффективнее, так считает председатель Госдумы Сергей Нарышкин. Об этом он заявил сегодня в ходе парламентских слушаний, посвященных бюджету. По мнению Нарышкина, государство должно сократить неадекватно раздутые статьи расходов, перераспределив освободившиеся деньги на приоритетные направления. В условиях снижения мировых цен на энергоносители необходимо задействовать такой безусловный внутренний ресурс, а именно оптимизировать бюджетные расходы, сократив неадекватно завышенные затраты и перераспределив освободившиеся средства на приоритетные направления.